МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сами сыщики даже не догадывались о цели своего визита в столицу, но лишних вопросов старались не задавать. Московское управление возглавлял Виктор Иванович Олигин. Это сильная личность, которая пользовалась абсолютным доверием государственного руководства. И только вот такая личность, наверное, могла замахнуться на вот эту, я бы сказал, сердцевину коррупции в Москве. Идет борьба. Борьба без компромиссов. Перед нами враг и иначе. На этой схеме имена тех, кто использовал служебное положение в корыстных целях. Закон о борьбе с нетрудовыми доходами усиливает ответственность зерчика. Это враг образован и изощренный, не желающий вступать ни одной позиции. Победа в этой дни под руководством нашей партии неминуема. Иначе быть не может. Если иначе, тогда нет смысла ни в фильмах, ни в статьях, ни в премьерах. Беспрецедентная операция должна была нанести сокрушительный удар по коррупции, которая к тому времени пронизывала всю систему советской торговли и стала ахиллесовой пятой советского режима. Но была и другая задача. Такой крестовый поход должен был помочь новому генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову расчистить политическое поле от конкурентов. В правоохранительных кругах операция получила название «Паутина». К осени 1982 года подковерная борьба за власть в Кремле достигла своего апогея. Когда 10 ноября 1982 года Леонид Брежнев скончался, а Политбюро выбрало его преемником Юрия Андропова, многие из кремлевских долгожителей надеялись продлить этим решением свои политические карьеры. И просчитались. Когда Леонид Юрьевич скончался, и пришел Юрий Владимирович, масса материалов, очень серьезных, были реализованы. Своих постов лишились секретарь ЦК Кириленко и министр внутренних дел Щелоков. Следующим шагом, закрепляющим политический успех нового лидера, должна была стать крупномасштабная борьба с коррупцией. Фактически в ту пору в московском хозяйстве, в экономике Москвы складывалось целый ряд направлений, где стабильно и устойчиво осуществлялось хищение материальных ценностей, денег, и складывались довольно обеспеченные деньгами полюса какие-то в теневой экономике. И они бы не возникли, если бы мне покровительствовали власти. К моменту прихода Андропова к власти в КГБ уже были собраны увесистые досье на большинство воротил торгового бизнеса Москвы. Все эти материалы были сосредоточены в новом подразделении КГБ, которое создали накануне назначения Андропова в октябре 1982 года. Это было шестое управление, функцией которого входила борьба с экономическими преступлениями. Но только с приходом нового генсека колесо борьбы с коррупционерами завертелось. Все вот сейчас кричат борьба с коррупцией, а тогда на деле была борьба с коррупцией, я сейчас не помню, но примерно где-то в 3-4-5 раз выросло количество уголовных дел, выявленных как раз в сфере хозяйственных преступлений. Сегодня никто не может, какой бы он пост ни занимал, быть огражденным от ответственности за свои дела и поступки вчерашние и сегодняшние. Закон для всех один, ведь не все равны. И об этом говорилось на свете партии. Собранные в столице сыщики представляли разные города и регионы огромной страны. Здесь были представители Владивостока, Ленинграда, Хирославля, Горького и других городов Советского Союза, которые друг друга не знали и никогда не видели. Собирали сотрудников в бригаду со всей страны, чтобы не работали сотрудники Москвы, поскольку были замешаны в некоторых эпизодах и сотрудники правоохранительных органов, и не исключалась утечка информации. Поэтому делали бригаду из сотрудников, абсолютно не связанных какими-то узами с Москвой. Поселились следователи в гостинице «Варшава». А рабочим местом для них стали кабинеты на втором этаже над рестораном «София», что у метро «Маяковская». Все сыщики были разбиты на несколько групп, которые работали автономно и друг с другом не соприкасались. Даже оперативной информацией они между собой делиться не могли. Разговоры могли быть только лишь о чем угодно, но не о работе. О девушках, о собаках, об отдыхе, об отпуске, но не о работе. Распутывать паутину оперативники решили с Юрия Соколова, директора столичного гастронома номер один, известного в народе как Елисеевский. Это громкое впоследствии дело должно было стать только началом Великой битвы. Далее предполагалось включить в орбиту следственных действий и другие крупные столичные торговые предприятия. Гастроном «Гума», «Наварбацкий», «Смоленский», «Мосплодавощпром», а уже через них выйти и на руководящие структуры «Мосторг» и «Главторг». Схема борьбы с коррупцией, разработанная под руководством Владимира Олейника, напоминала план масштабного военного наступления. У него в кабинете была схема, шторка не задернута, он мне открыл вот эту карту, ну не карту, а схему, и я был слегка ошеломлен. Ошеломлен масштабами коррупции, которая существовала в Москве, именно в системе торговли. Значит, эта схема была составлена на основе оперативных материалов и на основе следственных материалов. То есть это не просто какая-то фантазия была Олейника, это все было на основе свидетельских показаний, показаний подозреваемых, обвиняемых, и плюс оперативно-рассыпной деятельности. Там были, как говорится, основные точки торговые, которые питали партийные органы, советские органы, ну то есть система всеобщих взяток, масштабного хищения и всеобщих взяток. В схеме значились все главные фигуранты будущих расследований и все потоки денежных средств, которые существовали в торговой и хозяйственной среде столицы. Директор елисеевского гастронома Юрий Соколов был арестован еще осенью 1982 года сотрудниками КГБ. Его уголовное дело сразу же оказалось на столе у Андропова. По оперативным данным, цыган, так звали Соколова в торговой среде, был напрямую связан с Галиной Брежневой, которая помогала снабжать Елисеевский дефицитными продуктами. А Соколов их с большой выгодой продавал. В этом магазине кормилась вся семья Брежнева, а также семьи Щелокова и других приближенных к ним людей. Об этом регулярно докладывалось первому секретарю Московского комитета партии Гришину, но тот только разводил руками. Выступать против родственников Брежнева он не мог. Дело Соколова как раз относится к такой категории, которая позволяла встряхнуть Москву, потому что Гришин, первый секретарь, чувствовал себя уверенно. Он довольно долго был секретарем. Все было прикрыто его авторитетом. Он был членом политбюро, никто не мог посягнуть ни на что. И я не исключаю, что Андропову нужен был какой-то повод как следует власть встряхнуть. Думаю, что эта цель была достигнута. Это была последняя капля, когда Андропову надо было перейти к главной своей задаче. Это встряхнуть и МВД, и через МВД весь госаппарат. Хозяин Москвы Виктор Гришин на момент смерти Брежнева был одним из влиятельнейших советских руководителей и входил в состав высшей партийной элиты. Гришин был героем социалистического труда, депутатом Верховного Совета восьми созывов, а московскую партийную организацию возглавлял дольше всех своих предшественников. Однако, несмотря на все эти достижения, жизнь в Москве была далека от идеальной. Да, за годы правления Гришина в столице было открыто множество новых магазинов. Однако изобилия на их полках не наблюдалось. Особенно плохо обстояли дела с продуктами. Их ассортимент с каждым годом становился все беднее и беднее. А ведь Москва ежегодно официально подтверждала свой статус образцового коммунистического города и награждалась переходящим красным знаменем. И по идее, все должно было быть наоборот. Система взяток и хищений опутала столичную торговлю вдоль и поперек. Во многом это было связано с тем, что МОСТОРК и его руководитель Трегубов находились на привилегированном положении из-за поддержки самим Гришиным. В результате инспекторские проверки в Минторге проводились регулярно, но чисто символически. Уличать в чем-то управление торговли образцового коммунистического города было никому не позволено. Так массовое воровство было превращено в отдельные недостатки. Нельзя сказать, что так было всегда. В 1975 году по заданию Государственного комитета по ценам в Главторге проводилась расширенная проверка, которая выявила массу серьезных нарушений. Обнаружились незаконные завышения цен на упаковку товаров, фальсификация отчета данных, многочисленные обвесы во время контрольных закупок и так далее. Эта информация должна была пойти на самый верх, в ЦК КПСС. Чтобы не допустить этого, руководство Главторга сначала хотело подкупить проверяющих. А когда из этого ничего не вышло, были подключены более влиятельные силы. В результате папка с итогами проверки попросту бесследно исчезла из Госкомцентра. А в ЦК КПСС разбираться с этой пропажей не захотели. Год-то был юбилейный, 30-летие победы. Работники торговли, директора, работники сферы услуг, я имею в виду руководителей, они создавали систему искусственного дефицита. И вовлекали как раз и руководство партийное, советское, работников милиции. И они же, значит, платили этим людям. Платили. Платили, значит, милиции, платили власти. Для того, чтобы, как сейчас говорят, крышуют, ну, тогда это была, видимо, одна из начальных форм крышевания. Уголовные процессы над торговыми работниками в Москве бывали раньше. Однако в них фигурировали в основном работники среднего и нижнего звеньев. Заведующие складами, продавцы, кассиры, верхних эшелонов, уважаемых людей. Эти процессы практически не касались, поскольку в таком случае пришлось бы идти дальше, а вернее выше, чего власти делать не желали. В руководстве Москвы на хозяйстве сидели люди, которые снабжали высокопоставленных покровителей всем необходимым. Квартирами, гаражами, дачами. По тем временам спецпродукты, деликатесные продукты, которые просто так было не получить, значит, шло какое-то уже распределение специальное. Распределяли, кто у нас. Только лишь те, кто стоял в то время угорлило власти. Не только политической, я имею в виду, но и экономической. Особенно вопиющая ситуация стала складываться во второй половине 70-х. Несмотря на то, что после нефтяного кризиса 1973 года в Советский Союз буквально рекой потекли нефтедоллары, а с ними и самые разнообразные товары, в том числе и продукты из многих стран. Однако, благодаря изощренной системе хищений, созданной к тому времени в советской торговле, все эти потоки товаров по большей части оседали в руках нечистоплотных работников прилавка и так называемых платных людей. Благодаря привилегированному положению Москвы, здешние мошенники от торговли умудрялись находить лазейки в существующих законах и использовать их с максимальной выгодой для себя. Хитроумные комбинации сильно походили на настоящие аферы к удовольствию и процветанию ее многочисленных участников. Методы хищения работали как отлаженный механизм. Отчасти узаконенным способом хищения было присваивание установленного процента от естественной убыли. Дело в том, что на каждый товар ментор устанавливал определенный процент естественной убыли. Она получалась от зачистки товара, потери веса во время хранения, обрезки веревок с колбасных изделий. Нормативы на эту убыль постоянно менялись. Работникам московской торговли удавалось присваивать себе процент от естественной убыли дважды. А все потому, что в столицу товары завозились не по общепринятой схеме «база-магазин», а по принципу «главная база – районная база» и только потом магазин. Таким образом, процент накручивался сначала от прохождения товара с главной базы в районную, а потом еще раз, когда с районной базы товар отправлялся в магазин. Например, с каждой тонны бананов стоимостью 1100 рублей мошенники в среднем присваивали себе 200 рублей. Это больше, чем месячная зарплата советского инженера. Если учитывать, что в 70-е годы после того, как Советский Союз установил торговые отношения сразу с несколькими странами третьего мира, и те стали присылать к нам сотни тонн тех же бананов, можно себе представить, каковы были суммы, оседающие в карманах мошенников. Однако Москве еще везло, поскольку туда хотя бы доходила львиная доля экзотических фруктов. А вот до глубинки они, если и добирались, то в значительно меньшем объеме, чем в столицу, и в руки простых граждан почти не попадали. Их присваивали сами работники торговли. Независимо от размеров торговых предприятий, методика хищения везде была одна и та же. Она успешно применялась практически по всей стране. Ее основными составляющими были следующие компоненты. Способ первый. Продажа краденных товаров. Это реализация в торговой сети товаров, похищенных с предприятий, перерабатывающей промышленности. Способ второй. Пересортиться товаров. Это когда дешевому товару присваивался более высокий сорт, и он продавался дороже. Способ третий. Обвес и обсчет. Самый распространенный метод хищения, когда продавец специально накидывает на товар лишние 5-10 граммов и выручку с этих излишков кладет себе в карман. Директора Елисеевского арестовали в его служебном кабинете в момент получения очередной взятки в 300 рублей от заведующего отделом рыбной гастрономии. Следующим арестантом должен был стать директор гастронома номер 2 на Смоленской площади Нониев. Однако он, заранее предупрежденный об аресте, предпочел живым в руки чекистов не даваться и покончил с собой. Но это самоубийство совершенно не повлияло на дальнейший ход дела. Арест Соколовой и ряда других высокопоставленных работников московской торговли с лихвой компенсировал неудачу. Особенно активно сотрудничал со следствием Соколов, который не только дал ценную информацию по линии Галины Брежневой и Николая Щелокова, но и раскрыл всю цепочку взяток и хищений, существовавшую в столичном торговом бизнесе. В итоге, к началу 1983 года в руках у чекистов и работников Союзной прокуратуры оказались нити, которые вели в высшие сферы власти. В другое время эти нити были бы безжалостно оборваны и похоронены вместе с обладателями информации. Но теперь ситуация была иной. Развитие дела хотел сам генеральный секретарь ЦК КПСС. Поэтому операция паутина была продолжена. И в Москву были призваны лучшие сыщики. В правоохранительной среде за членами следственной бригады по этому делу закрепилось устрашающее прозвище «Черные полковники». К весне 1984 года у руководителя следственной группы Владимира Олейника уже была довольно подробная схема, где значились все главные фигуранты будущих расследований и все потоки денежных средств, которые существовали в торговой и хозяйственной среде столицы. Каждая бригада сыщиков, участвующая в операции паутина, была прикреплена к определенным торговым точкам города. Точки специально были выбраны крупные и средние, где масштабы хищений были особенно впечатляющими. Гастроном Гума, Новоарбацкий, Смоленский, Универмаг Сокольники, руководители этих предприятий Тверетинов, Филиппов, Кантор, занимали не последнее место в торговой иерархии и имели выход на самые высшие сферы, которые, собственно, и являлись главной целью заказчиков паутины. Арестовав этих людей, можно было впрямую выйти на руководителя МОСТОРГа Трегубова и влиять на Гришина, скомпрометировав его как руководителя столицы. Практически все магазины были связаны. Существовала круговая порука, начиная, допустим, от там завотделом или завсекцией, они собирали деньги, передавали наверх, и уже дальнейшее шло распределение денег именно по властным структурам. В каждой торговой точке, помимо официальной документации, велись так называемые черные книги, в которых учитывался весь левый заработок торговых работников. Эти книги хранились в сейфах руководителей магазинов, и доступ к ним имели только доверенные лица. Задачей сыщиков было заполучить именно эти черные книги, но прежде чем до них добраться, им приходилось начинать с другого. Работа сыщиков встроилась по одной схеме. Сначала они несколько дней исправно ходили на вверенные им объекты и под видом обычных покупателей изучали работу торгового предприятия. Потом приступали непосредственно к проверке. И первой целью черных полковников стал гастроном ГУМа, что в сердце родины на Красной площади. Когда мы зашли бригадой следователей и оперов и перекрыли колбасный отдел и все кассы колбасного отдела. Отдел гастрономии, рыбный отдел, водочный и овощи и фрукты. Все кассы одновременно в одну минуту были перекрыты. Для того, чтобы снять остатки, сразу обнаружить покупателей, сделать взвешивание с каждого покупателя, который уже взвешивал или отбил чек и должен получить товар. А потом спустить все в склад, снять остатки, провести полнейшую интервизацию, а в дальнейшем ревизию, и обнаружить сумму, которая уже должна была упасть в карман или в сейфе уже лежала у заведующего отдела, а в том числе и у директора магазина. Вентаризация только по одному колбасному цеху проходила почти два дня. Без остановки, без сна, без всего. Сыщики установили, что масштаб воровства достигал здесь огромных размеров. Даже несмотря на проведенные аресты, преступники продолжали заниматься махинациями прямо под носом у кремлевских небожителей. В ГУМе излишки списывались целых фур, которых прибывало по нескольку десятков в день. А фура это как минимум 20 тонн. А если 40-фотовик заходил, то есть целый день фура только заходит и отходит, и на складах ничего не остается. Понимаете? Это каков объем? С этих 6 соток можно набрать достаточно много. Система воровства была устроена таким образом, что не воровать в ней было просто невозможно. Если, например, кто-то из продавцов не хотел в этом участвовать, его просто вынуждали, регулярно уличая в недостачах. Чтобы покрыть эти недостачи, продавцам приходилось либо обвешивать покупателей, либо увольняться. Чаще всего люди выбирали первый вариант, поскольку понимали, что на новом месте их ожидает то же самое. Один из следователей, занятых в операции паутина, оказался случайным свидетелем разговора двух продавщиц ГУМа. Одна жаловалась другой, дескать, не могу больше так работать. Каждый день обвешивать простых покупателей и за счет этих денег покрывать выдуманную недостачу. Ведь если не обвешивать, то нехватку денег продавцам приходилось компенсировать из собственного кармана. За что передавались деньги? Для чего это делалось? Делалось это для того, что любой магазин получает, как известно, когда получал зарплату за выполнение работы, за выполнение плана. А чтобы выполнить план, нужны фонды. Кому больше дать, кому меньше. Если этому фонды, то есть товар, больше товара, больше выручки, больше зарплата. А больше товара, значит, понемножко с каждого недовес, недомер об счет и получаются излишки. Они прут очень большие. Каждый магазин ежемесячно давал определенную таксу руководителю Держинской рейпищеторга. Его заместителем немножко доставалось это главному бухгалтеру, начальнику планового отдела. руководителя рейпищеторга передавали наверх управление торговли первым, вторым, третьим лицам. Те передавали наверх эти деньги в гуто так называемое главное управление торговли. Торговые работники таким образом выбивали для своих магазинов выгодные условия работы. Сверху им спускали вполне реальный план, выделяли дефицитные продукты, которые помогали не только этот самый план выполнить, но и накрутить для себя хорошие проценты с реализуемых товаров. Ведь чем больше дефицита присылали в магазин, тем больше можно было заработать на его излишках. Основная масса лиц, совершивших преступления в этих областях торговли, общественного питания были жертвы системы. не у каждого хватало, как у наших знаменитых и любимых уважаемых Сахарова Солженицына взять и сказать нет. Потому что каждый кроме этого хотел сам кушать, сам хотел кормить свою семью. А скажешь нет, нет. В ходе операции Паутина в сети следствия попадали разные люди. И отъявленные негодяи, которые воровали без всякого зазрения совести, и обычные граждане, угодившие в эту криминальную систему из-за слабости своего характера. Драма последних заставляла содрогаться даже самих следователей. Во время проведения оперативных мероприятий в гастрономе ГУМа была уличена в воровстве одна из заведующих отделом. Однако ее родные муж и взрослый сын ничего об этом не знали. Мужу она не говорила потому, что он работал в КГБ в 9-м управлении занимающемся охраной VIP персон. А сына просто оберегала от той грязи, в которой вынуждена была работать. И вот когда эту женщину арестовали, ее сын отказался с ней прощаться. Даже не обнял мать, когда ее уводили из дома оперативники. Для женщины это было настоящим шоком. Впрочем, как и для самих следователей. Может быть, она вспоминает об этом. Не знаю, какова участь сына и чем он сейчас где работать. Но это очень страшно. Получить такую опреуху от родного сына зато получить как раз объективную характеристику своей профессиональной деятельности. Были случаи из разряда трагикомических. Например, история с одной директрисой продовольственного магазина, у которой начальник торга отказывался брать взятки. Магазин у этой женщины был небольшой выручка не ахти какая. К тому же семейные дела у той директрисы были не в порядке. Ее муж сильно пил. Но она не хотела быть белой вороной и буквально заставила своего руководителя взять у нее деньги. Однажды пришла к нему в кабинет с конвертом набитым деньгами и заявила, что если у нее сейчас этот конверт не примут, она пойдет и повесится где-нибудь неподалеку от окон кабинета начальника. С того момента ее взятки стали брать регулярно. 600 тысяч дома измывают у директора магазина. В ту пору это огромные деньги. И вот так практически что ни крупный директор, то такие деньги. У всех дачи, в гаражах замурованы там в бетоне какие-то тайники с ценностями. Вот это все всколыхнуло тогда, конечно, общество. И Андропову это позволило вверху, наверное, уверенно говорить с коллегами по ЦК, которые, может быть, поначалу и могли усмотреть в его действиях попытку взять власть какую-то. Но ведь против того, что вскрыто и трудно было возразить, это надо было действительно все пресекать. Изощренная система хищений существовала даже в таком элитном заведении, как ресторан «Седьмое небо» на Останкинской телебашне. Этот ресторан открылся в 1967 году и слыл с самой крутой точкой не только столичного, но и общесоюзного общепита. Попасть туда мечтали все советские граждане. Однако везло в этом деле только избранным, партийным и хозяйственным функционерам, передовикам производства и другим привилегированным людям. Большинству рядовых граждан вход туда был практически заказан. Ресторан «Седьмое небо» в то время был наиболее престижный ресторан, где принимались все правительственные делегации, приглашались иностранные гости, в том числе все наши знаменитые люди тогдашнего Советского Союза, космонавты, традиционно там проводились банкеты высокопоставленных людей. Первые несколько лет ресторан «Седьмое небо» по праву считался одним из лучших в столице. Затем, спустя некоторое время, ситуация в ресторанах столицы стала меняться. Качество блюд оставляло желать лучшего, сервис заметно ухудшился, стали практиковаться двойные стандарты. Посетителям попроще подавались блюда похуже. Недоваренная рыба, разваливающиеся котлеты и коньяк изготовлены с помощью жженого сахара, красителей и глицерина. Солидных клиентов обслуживали по высшему разряду. Особенно удачными считались дни, когда кто-то из посетителей заказывал банкет. Все продукты, подаваемые на стол, были недовешены, цены завышены на десятки копеек, из которых потом получались полновесные и вместо дорогого шоколада на стол подавался более дешевым, но завернутый в дорогую обертку. В итоге за одно торжество, рассчитанное на 50-70 человек, нечистые на руку работники ресторана могли набрать денежных излишков на несколько тысяч рублей. При зарплате того времени в 120-150 рублей. Часть этих денег потом шла на покрытие расходов во время обслуживания высокопоставленных посетителей. В системе общепита всегда крутились большие деньги. Так же, торговли, потому что можете представить многомиллионный город с большим потоком приезжающих, и их надо накормить. Ну, по крайней мере, по тем временам обед стоил полтора-два рубля. Такой нормальный обед. А для того времени это были деньги. О том, как жировали советские буржуа, чистосердечно написал в своих свидетельских показаниях первый директор ресторана «Седьмое небо» Евгений Шкиль. Вместо теории о научном коммунизме, принципов ленинского стиля руководства, которым нас учили в институте, я вынужден был за свои деньги, а затем за деньги, полученные от подчиненных, накрывать стол человеку, который подписал приказ о моем назначении в таком виде масло. Масло, икра зернистая, икра китовая, ассорти рыбные из дорогих сортов рыб и балыков, ассорти мясной из умериски, филе индейки, колбасы сырокопченой, подавать огурцы и помидоры во льду, подавать грибы как кот или осетрину в томате, готовить концентрированные бульоны из кура, на них готовить похлебку из осетрины со свежими помидорами, подавать шашлык из индейки, маринованные в вине или шницель по-министерски, мороженое, кофе и все то для того, чтобы под такой закус хорошо пился французский коньяк или водка, шампанское с фруктами. Сыщики, которые были задействованы в операции паутина, многие диковинные продукты, которые перечисляли и в подследственные в допросах, не то, что никогда в глаза не видели, но даже не слышали. Они всю жизнь питались в МВДшных столовых, где главным деликатесом были макароны по-флотски и котлеты по-киевски. Однако не ненависть и зависть двигала этими людьми, когда они каждый день выезжали на проверки и аресты, а элементарная жажда справедливости. Им хотелось быть причастными к тем позитивным процессам, которые начались в стране с приходом Андропова. И не их в том вина, что конец у этой истории оказался совсем не таким, на какой они рассчитывали. Мы знали, что нас защищает министр, мы под защитой министра, мы под защитой руководства страны, и никто в нашу сторону не сможет бросить камень и всегда нас защитит. Мы жили в прекрасных условиях, мы жили в гостиницах Москвы, можно себе представить, в лучших гостиницах Москвы, жили на командировочной по 5, по 7, кто по 10 лет. Это нелегко было, и семья это испытывала. Ну что же делать? Мы носили погоны, а погоны заставляли, обязывали выполнять волю. После того, как на место Андропова пришел Черненко, противники паутины активизировали свои действия. Поскольку полностью свернуть операцию оснований не было, они стали разваливать уголовное дело, удаляя от него его непосредственных кураторов и исполнителей. Причем способ был выбран беспроигрышный. Так прокурор России Борис Карташов был переведен на другую должность. Его сделали министром юстиции. А одного из основных руководителей операции паутина Владимира Олейника отправили руководить следственным управлением в прокуратуру России. В те же дни решилась и судьба ставленника Гришина, начальника ГУВД Москвы Василия Трушина. Его сделали первым заместителем министра внутренних дел Виталия Федорчука. Причем с дальним прицелом. Гришин он старался, но я его не очень слушал. Он убедился, что это зряшное дело. И вот он дал своего зама мне, который пошел на меня жаловаться. 14 июля 1984 года был приведен в исполнение расстрельный приговор в отношении бывшего директора Елисеевского магазина Юрия Соколова. Это был конкретный сигнал людям Юрия Андропова, главного вдохновителя операции Паутина, которые за эти несколько месяцев так и не смогли добиться пересмотра приговора Соколову. Расстрел директора Елисеевского означал бы тщетность всех будущих усилий по продолжению операции Паутина. Именно на этом в первую очередь строили свой расчет противники борьбы с коррупцией. Приговор привели в исполнение это намеренно, абсолютно. Мы с Олейником моделировали ходатайство, чтобы приговор не приводили в исполнение. Через 10 дней или через 2 недели господин Чурбанов пустил их в расход. Это сделано, чтобы они дальше ничего не говорили. Раз. И это первый фактор. А второй фактор, чтобы для устрашения их коллег, чтобы те слишком, так сказать, не развязывали, не были словоохотливыми, образно говоря. Не давали следствию нужной сведения. Чтобы не остаться в долгу, андроповцы должны были ответить противнику. Причем ответ должен был быть по-настоящему весомым. И такой ответ не заставил себя ждать. Была дана команда арестовать Николая Трегубова, начальника главного управления торговли. Это было сделано в тот самый момент, когда его покровители уже были уверены, что вывели Трегубова из-под удара, отправив работать в Минторг. Кроме того, он был дважды депутатом Верховного Совета РСФСР и Моссовета и обладал депутатским иммунитетом. Но разработчики операции Паутина виртуозно обошли все эти препоны. Трегубова исключили из партии и тут же арестовали. Арест был показательным. Не дома, а прямо на Старой площади, когда Трегубов выходил из комиссии партийного контроля, где его заставили расстаться с спортбилетом. Сделано это было в тот момент, когда Гришин находился в служебной командировке. Человек ожидал, но все равно был растерян. Сказать, что испуган, нет. Очень достаточно, что он был самонадежен, самомнительным и высокопоставлен уже своим положением. Что сказать, что он испугался, побледнел или там в оморок упал, нет. Это был достаточно сильный человек. Его сила позволила много лет быть руководителем главного фронии торгового. Трегубова арестовали, чтобы с его помощью давить на первого секретаря МГК КПСС Виктора Гришина. Но впрямую сделать это не получилось. Трегубов, в отличие от Соколова, со следствием особо не откровенничал. И никаких свидетельских показаний на своих высокопоставленных покровителей не давал. И хотя следствие вменило ему получение взяток в размере более 35 тысяч рублей, что равнялось тогда стоимости семи автомобилей «Москвич», Трегубов этого факта не признал и согласился только с тем, что был халатен по службе. Не знал, что у него под носом происходят массовые хищения и взяточничество. Никаких атрибутов красивой жизни следователи у него тоже не нашли. Ни роскошные дачи, ни автомобили, не спрятанных в заначках драгоценностей. Судом Трегубов был приговорен к 15 годам строгого режима, однако отсидел меньше половины. Арест Трегубова стал одной из последних крупных акций в ходе операции «Паутина». После него наступил, как говорили сами оперативники, мертвый сезон, когда выбить санкцию на арест высокопоставленного взяточника было уже гораздо труднее. Однако и без этого результаты операции впечатляли. За время ее проведения в Москве в системе главторга было привлечено к уголовной ответственности более 15 тысяч человек, из которых около 2 тысяч руководителей различных рангов. В конце 1984 года здоровье Черненко сильно ухудшилось и всем стало понятно, дни его сочтены. Борьба группировок в политбюро вновь активизировалось. Переживший два инфаркта Гришин не захотел участвовать в интригах, которые в случае его прихода к власти могли стоить ему жизни. И когда решался вопрос о том, кому возглавлять комиссию по похоронам Черненко, председатель этой комиссии автоматически становился генсеком, Гришин сам предложил кандидатуру Горбачева. Этим он окончательно дал понять, что складывает оружие и готов сдаться на милость победителя. Это было вполне закономерным решением. Старая гвардия оказалась разобщена и деморализована. Они по-прежнему грызлись друг с другом, также предавали своих недавних партнеров в надежде спасти себя при новой власти. Но победитель оказался безжалостным. Спустя девять месяцев после назначения на должность Горбачева в декабре 1985 года Гришин был выведен из состава политбюро и отправлен на пенсию. Его сняли со всех постов, лишили мандата депутата Верховного Совета. Через семь лет в мае 1992-го Гришин скончался, пришел в Собес, чтобы переоформить пенсию и умер от сердечного приступа прямо в кабинете главного специалиста. Похоронили бывшего хозяина Москвы на Новодевичьем кладбище. У меня вообще какая-то тревога, тревожное ощущение, что будет спереди. Тем не менее есть выход из положения, нет безвыходных ситуаций. Но неужели нельзя с помощью высшего руководства ФСБ, но человек 20 найти серьезных людей, дать им полномочия, назначить на ключевые позиции, как это было сделано тогда, с полномочиями разобраться в собственных рядах сначала, в собственных рядах надо разобраться. Нельзя бороться с коррупцией в государстве, когда коррупция идет от МВД. Операция Паутина вошла в криминальную историю страны, как одно из немногих крупномасштабных антикоррупционных мероприятий. Начавшись как операция по разоблачению преступлений в сфере экономики, Паутина затем вышла за эти рамки, затронув и высшую политику. Благодаря политической воле, проявленной Юрием Андроповым и усердию оперативных работников-исследователей, занимавшихся Паутиной, ситуация в стране заметно улучшилась. Но длилось это недолго. Со смертью Андропова рвение в деле борьбы с коррупцией стало угасать. И когда началась перестройка, первое, что было сделано, из МВД убрали Виталия Федорчука. На его место пришел не профессионал, а кадровый партийно-работник, который на первом же совещании обронил знаменательную фразу. Вы слишком увлеклись борьбой с белого Кличковой преступностью. В итоге количество взяточников и коррупционеров, преданных суду, сократилось до мизерной цифры. Так в бумаге была побеждена коррупция в СССР. в СССР. в СССР. В СССР. В ССР. Субтитры подогнал «Симон»